В лесах по всей планете ежегодно пропадают миллионы человек. Около 90% из них спасатели и волонтеры находят в ближайшие дни, многих, к счастью, живыми. Но некоторым суждено исчезнуть бесследно, по крайней мере, на какое-то время. Многие убеждены, что эти исчезновения не случайны, и пропавшие без вести люди проваливаются в некие межпространственные щели, из которых не так-то просто выбраться. Но на что это похоже? Сегодня ты узнаешь истории тех, кому посчастливилось найти дорогу домой из чужого измерения. Привет, мой любитель пощекотать нервы. Меня зовут Ти, и я коллекционер ужасов, страшные истории, городские легенды, мистика и человеческая жестокость, в которую иногда трудно поверить. Если ты готов окунуться в эту бездну, то следуй за мной. Есть только одно правило. Не оборачивайся. Леса действительно таят множество опасностей. Даже опытные грибники могут сбиться с тропы и заблудиться. Чем дальше уходишь в темную чащу, тем выше риск стать добычей диких зверей, погибнуть от голода, обезвоживания и переохлаждения. Но некоторые странные случаи исчезновения людей могут иметь причины, которые современная наука едва ли сможет объяснить. Многие свидетельства наводят на мысль, что в мире существуют пространственно-временные разломы, куда иногда случайно проваливаются люди и не могут оттуда выбраться. Недаром густые леса на протяжении веков были окружены легендами и мифами о разных фантастических вещах, что в них происходит. Может быть, конечно, что всему виной было человеческое воображение, или же из-за множества деревьев и сложной ориентации в пространстве просто очень легко шагнуть в скрытый разлом реальности и затеряться в нем навсегда. Или на время. А возвращаясь из другого измерения, люди рассказывают невероятные истории. Так, один из жителей американского штата Монтана в юности посетил лесную долину, которую индейцы почитали священным местом. По долине протекала река, у которой местные племена веками собирались, чтобы видеть видение. Однажды этот парень и его сестра гуляли по лесу на большом острове у речной развилки. Это место было у них любимым местом для прогулок, и они бывали там многократно. Однако в тот день произошло нечто странное. Молодой человек впоследствии рассказывал. Погода стояла прекрасная, а через ветви высоких деревьев пробивались золотые лучи солнца. Мы спокойно гуляли по лесу, когда я ощутил рывок. Словно мне в грудь запустили удочку, которая зацепила мое сердце и потянула меня в определенном направлении. Моя сестра тут же заметила мое странное поведение и спросила, мол, в порядке ли все со мной? Однако, я не мог говорить и даже не мог думать. Я был весь сосредоточен на том, что следовать туда, куда меня вело. Поэтому сестра просто пошла за мной. Ощущение было странным, словно меня заколдовали, а потом, потом я понял, что меня ведут к пространству между двумя деревьями, которые росли по бокам старого высохшего русла. Это выглядело почти как дверной проем. По мере того, как я подходил к нему, меня окутывало ощущение радости, счастья и нетерпеливого желания поскорее попасть туда. Когда я и моя сестра прошли через этот проход, леска в моей груди вдруг просто исчезла. Больше меня ничто никуда не тащило, и поэтому я остановился, и сестра тоже. Свет тут был более красивым, все было озарено золотистым свечением, таким ярким и насыщенным, что было ощущение, что его можно потрогать рукой. Весь внешний шум пропал, и время словно замерло тут. Это был тот же лес, но одновременно другой. И пока мы с сестрой стояли, осматриваясь, я заметил нечто черное и живое, которое было в высоту всего полметра, и быстро-быстро бежало к нам через поляну. Потом она нырнула за дерево и пропала, словно скрылась в невидимой нам норе. Я никогда не видел ничего подобного в этих лесах, и никогда больше не встречал это существо. А потом вдруг все на вождении исчезло, и мы увидели, что стоим в уже давно знакомом нам месте, и лес вокруг нас был таким же узнаваемым, как и всегда. Потом мы оба, ни говори ни слова, пошли домой, раздумывая каждый про себя, что это было. Неужели эти двое на несколько минут перешли в другое измерение или иной мир? Выглядело все так, словно они прошли через некую трещину в реальности. Или через временно приоткрывшийся портал. Следующая история произошла с парнем из штата Арканзас в 2014 году. В начале лета он, его родители и его два брата отправились в лесной поход по туристической тропе. В какой-то момент он решил отдалиться от семьи и пошел проверить другую тропу, которая шла вдоль чистого и свежего ручья. Я прошел всего минут 15 или около того, как все пошло наперекосяк. В любом лесу всегда есть свои звуки, будь то журчание воды или шелест насекомых, листьев, завывание ветра, ну и так далее. Но тут вдруг наступила мертвая тишина. Полная тишина. И я так испугался, что волосы на моей голове встали дыбом. Я тут же подумал, что надо поскорее вернуться к своей семье. Я пошел быстрым шагом на перерез, чтобы выйти к той тропе, по которой они пошли. А потом у меня развязался шнурок, и я нагнулся, чтобы его завязать. На это у меня ушло несколько секунд, но когда я снова поднял голову, то сразу заметил, как изменилось освещение. Ранее был еще светлый день, около 5-6 часов, а сейчас вдруг уже были сумерки. Тут же вернулись все нормальные лесные звуки, и я побежал назад к тропе у ручья. Потом попытался позвонить по телефону, но сигнал не ловился в лесу. И потом я, наконец, выскочил к своим родным. Оказывается, время было уже полдевятого следующего дня. Моя мама вся в слезах стояла рядом со смотрителем парка. Она была убита горем, решив, что я бесследно пропал. Были организованы поиски, и спасатели прочусывали весь лес. Я сначала не понял, зачем были предприняты такие меры, ведь меня не было всего пару часов. На что мне ответили, что я пропал более чем на сутки. И я ничего не рассказал им. Я не хотел, чтобы они посчитали меня психом. Да, я был в шоке, но не стал рассказывать, как было на самом деле. Я придумал историю, будто бы упал в обморок и пролежал все это время в отключке. Еще более пугающая история была опубликована на сайте Reddit в разделе, посвященном необычным историям исчезновения людей в лесах. По словам этого человека, когда ему было всего 8 лет, он вместе с родителями и старшим 11-летним братом поехал отдыхать в лесной кемпинг. Лагерь находился возле небольшого озера, и вокруг него шла туристическая тропа. Берега озера были очень крутыми, но можно было рыбачить, стоя на самой тропе, чем и занимались родители мальчиков и сами мальчики. Однажды днем они пошли на тропу порыбачить без присмотра. Они делали так уже много раз. Поэтому родители не беспокоились за них. А когда стемнело, они пошли обратно. Они ни разу не сходили с тропы, и она вскоре должна была привезти их в лагерь к родителям, ведь он находился совсем недалеко от того места, где они обычно рыбачили. Но мальчики все шли и шли по тропе, и никакого лагеря видно не было. Вот как это вспоминает один из мальчиков. Мы решили пойти пешком до города, решив, что по какой-то непонятной нам причине родители решили уехать без нас. Добравшись до ближайшего телефонного автомата, я позвонил домой. Трубку взяла мама, но когда я заговорил, в ответ она лишь скрикнула и начала рыдать. Немного успокоившись, она попросила срочно сообщить, где мы находимся. Наши родители приехали примерно через полчаса, и бросились нас обнимать и расспрашивать, где мы были, как будто мы пропали не на несколько часов, а сильно больше. В каком же ужасе мы были, когда узнали, что нас не было два года. Был тот же день, на нас была та же одежда, но у мамы была совершенно другая стрижка, и вообще у родителей прибавилось морщин, вероятно из-за пережитого. Никто из нас не помнил ничего, кроме того, что мы шли и шли по этой тропе в сумерках. Мы не помнили, чтобы наступила ночь, и все это время были лишь легкие сумерки. Мой брат помнит некоторые детали, например, как он упал с большого камня, а потом как будто мы от кого-то убегали, потом что-то тащило меня, а когда брат бежал за мной, то попал в большую паутину, ну и так далее. В последствии ему много раз снились странные сны про пещеру, громко текущая воду, яркие огни в лесу и громкий звук мотора. Что же случилось с мальчиками, где они пропадали два года? Вполне может быть, что они были похищены, и у обоих братьев случилась амнезия, и травмирующие события были просто вытеснены из памяти. А поскольку они родственники, это объяснило бы, почему у двух людей случилась одинаковая реакция на стресс. Также в трейде высказывалось предположение, что дети могли стать невольными жертвами испытания психотронного оружия или других бесчеловечных экспериментов американских спецслужб. Ты знаешь о многих, им были посвящены некоторые мои выпуски, например, про проект МК Ультра. Ну и все же, не будем сбрасывать со счетов версию про пространственно-временной разлом, в который мальчики могли случайно провалиться, в который можешь попасть и ты, если вдруг потеряешь бдительность в лесу. Будь всегда внимателен и не оборачивайся. Хочешь больше мистических историй, тогда подписывайся на мой канал, ставь лайк этому видео, а в комментариях пиши, как думаешь, что на самом деле произошло с героями этих историй. Это был Ти. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok